Наше предприятие освоило выпуск и реализацию каркасно-считовых домов типа таунхаус, деревянных. В Евросоюзе даже есть поставка в Японию. Однако на сегодняшний день в Беларуси нет нормативной правовой базы для проектирования и реализации двухэтажных жилых домов. Знаю, знаю такую проблему. А какая нормативная база? Чего не хватает? Вопрос старых норм пожарной безопасности и электробезопасности, которые препятствуют реализации таких домов. Я понял. Я так и думал, что что-то из области дури. Отличные дома. Отличные. И что за проблема у нас? Проводку эту. Губернатор доложит, обещаю вам, в первом квартале мы решим эту проблему. Спасибо. Побольше бы вы строили таких, делали домов, и люди наши строили. Цены у вас, как мне говорят, не совсем богатые люди, говорят, что цены в Шклове нормальные. Но не старайтесь их высоко поднимать. Люди должны маленькие домики, одноэтажные, большие, малые, двухэтажные, с мансардами, без, они должны покупать. Больше всего, вот я специально сегодня решил проехать от дома своего сюда, что меня больше всего удивляет и убивает. Вот едешь по деревеньке, там когда-то, я знаю, были дома и прочее, а сегодня, да, это не брошенные участки. Там засевают бывший колхоз, совхоз, ныне акционерное общество, ну будем говорить колхоз. Они засевают эти участки. Я думаю, а почему люди не хотят взять этот кусок земли? Ведь сегодня в центре Европы полгектара вы можете получить земли. А если фермер, то понятно больше, но не фермер. Горожанин, шкловчанин. Ну почему не взять, построить маленький домик? Пускай простенький сейчас, но вы застолбите за собой полгектара земли. Вы обеспечите жизнь не только своим детям, но и внукам. Скоро эта земля будет стоить дороже золота. Вот что меня удивляет, почему люди такие неразворотливые. Поэтому нам надо предложить недорогой домик. Я вообще был поражен, когда первые дома выпустили. Проект в компьютер, машина сделала дом, ты его сложил. Слушай, месяц и дом стоит у тебя на фундаменте. Разбогатеют. Расширятся. Нет, дети придут, сделают. Но ты кусок земли будешь иметь этот. Спасибо. Спасибо.